Мои старания и труд не замечают. Желание, чтобы твой труд заметили и оценили, это грех? Ну, если вы хотите, чтобы ваш труд именно оценивали не только в хорошую сторону, но и в плохую, и замечали не только ваши успехи, но и неудачи, то тогда все нормально. Но если вы любите только, когда вас хвалят и когда вас не критикуют и ставят вам только пятерки, но при этом очень сильно расстраиваетесь, когда вам ставят двойки и вас критикуют, то тогда, конечно, зачем вам это нужно? Вы себя просто сами обманываете. Так что мне кажется, что для православного христианина важно, чтобы наша совесть была чиста. Иногда бывает, мы что-то сделаем, но получилось у нас не очень, но хотели мы сделать хорошее. И вот в Священописании апостол Павел говорил, что Господь будет судить наши именно сердечные намерения. И несмотря на известную фразу, что благими намерениями выслана дорога в ад, я все-таки хочу заметить, что Господь будет судить нас именно по сердцу. И здесь пусть будут нам таким маяком слова известного русского политика, покойного Виктора Степановича Черномырдина, что мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот если мы хотели, правда, именно как лучше, а даже у нас, может быть, не очень хорошо получилось, Господь знает, что мы хотели как лучше. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...